Здравствуйте! В эфире Национального телевидения Чувашия, информационная программа «Республика» в студии Ольга Пырочкина. Смотрите сегодня. Алло! Глава администрации Чуваксар слушает. Алексей Ладоков провел прямую линию. Неожиданная находка. Журналисты Национального телевидения попробовали себя в роли археологов. Не детские шутки. Чемпионы школьной лиги КВН и Чуваксар отправятся на международный фестиваль детских команд. Исполнение бюджета, развитие медицинской сферы, благоустройство сел. Перспективу Урмарского района Михаил Игнатьев обсудил с новым главой администрации муниципалитета. К исполнению своих обязанностей Андрей Васильев приступил 22 августа. В первые дни работы инспекционные поездки по району. Вновь назначенный глава администрации муниципалитета встречается с директорами предприятий и жителями сел. Необходимо понять, какие проблемы требуют скорейшего вмешательства властей. По такому объеме я уже обхватываю все практически отрасли. Плотно сейчас занимаюсь изучением проблематики, которые есть в сельском хозяйстве. У нас есть там ряд каких-то продвижек. Глава республики отметил, что местным властям необходимо ориентироваться на гражданские инициативы. В приоритете благоустройство парков в поселке Урмары. Этот вопрос долгое время не удавалось двинуть с места. До конца года глава администрации намерен обсудить проект с местными жителями и архитекторами. На самом деле удручающее состояние. Сумма примерно определена. По городской комфортной среде мы хотим по этому приоритетному проекту пропустить его. Там у нас годавы около 7 миллионов на все поселения. В одном поселении в Рабусинском уже освоено около 60 тысяч. То есть дорога уже на примере этого. То есть люди начинают немножко верить, доверять, что это работает, эта программа. Программа инициативного бюджетирования в районе набирает обороты. От жителей поступило десятки заявок. Эта программа не на один год. Мы эту программу будем продлевать до 2025 года. Сейчас параметры бюджета 2018, 2019, 2020 годов. У нас эта сумма будет закладываться в бюджете республики. С учетом того, что мы уже рассматриваем бюджет на 2018, 2019, 2020 годы, и в районе будете обсуждать, эти приоритеты правильно нужно расставить. Задача на текущий год – оптимизировать расходы бюджета и повысить доходы. Первые итоги работы глава администрации района подведет через 100 дней. Митрий Ковалев и Андрей Спиридонов. Республика. В бюджет республики должно поступать порядка 2 миллиардов акцизов на алкогольную продукцию. Такую задачу поставил глава региона на встрече с генеральным директором Чебоксарского ликероводочного завода. Ликероводочную промышленность республики удалось реанимировать. Этим летом возобновили работу завода в Чебоксарах и Ядрине. Цеха обоих предприятий модернизировали. Вложения инвесторов превысили 8 миллионов. Это позволило нарастить объемы производства. Только в июле-августе на Чебоксарском заводе выпустили более 40 тысяч декалитров. За год намерены произвести более 400. Прорабатывается вопрос о расширении рынков с быт. Ведутся переговоры с крупными сетевыми магазинами. Со всеми местными сетями, не федеральными, а местными сетями заключены договора. Значит, работа идет. Несетевая розница, отдельные предприниматели, которые работают на территории Чебоксарской республики, они тоже с нами подписали договора, мы по ним тоже доставляем. Местная продукция может конкурировать завозной, отмечает глава республики. Прибыль от реализации акцизов должна существенно повлиять на доходную часть бюджета. Если мы хотим еще лучше жить, мы должны все, как патриоты, стремиться к тому, чтобы больше продавать наши продукции, произведенные Чебоксарской республикой. Потому что 50% от виновочных изделий пополняется доходная часть консулированного бюджета. Поэтому я имею на это право, потому что закон о бюджете я подписываю. Мы убеждали наших предпринимателей, торгующие организации. Но, можно сказать, ВОЗ и ныне там. Если на самом деле мы вместе будем работать на общий результат, мы на 2018 год акцизов больше можем предусмотреть. И те просьбы, которые высказывают жители, можем эти вопросы тоже разрешать. На сегодняшний день потенциал республики в части производства пилы безалкогольной продукции и алкогольной продукции крепких напитков, так скажем, примерно это пополнение бюджета не менее 2 миллиардов рублей. Это потенциал. И это еще не предел. Но, чтобы этого достичь, естественно, нужна нам грамотная реализация. Чтобы наши торгующие организации продавали, реализовывали продукции местного производства. Алло! Глава администрации Чебоксар слушает. Алексей Ладок отправил сегодня прямую линию. Вопросы и ответы слушала наша съемочная группа. Хит-парад городских проблем мы составили после того, как целый час глава администрации Чебоксар лично отвечал на вопросы жителей. Итак, на первом месте трудности проживания в микрорайоне Садовой. Когда, наконец, построят школу? Отменят ли все-таки 65-ю маршрутку? Почему 12-й автобус ездит не по расписанию? Где покупать продукты? Все лето в городе ремонтировали дороги. Так что вопросы про ямы и колдобины на проезжих частях мы услышать не ожидали. И ошиблись. Итак, второе место. Хит-парада проблем. Улица Ленинс-Комсомол до Шумилова. Четная сторона домов. Невозможно проехать. Вот ямы большие. Опубликовали в интернете на сайте администрации список дорог, которые хотели бы отремонтировать в следующем году. И ждали предложения от горожан. Вы туда свое предложение отправили или нет? Пока нет. Я вот сейчас хочу посмотреть. Ну, то есть это параллельно Эгерскому бульвару, да? Да, 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 да. Четная сторона. Ну, проверим эту дорогу. Теперь о новинках нашего хит-парада. Новая по сравнению с прошлым годом категория обращений. Участие в программе «Формирование комфортной городской среды». Я старший папа, Мичина Павлов-6. Мы участвуем в программе «Формирование городской среды». Большое спасибо, конечно, за детский городок, я говорю. Очень хорошо сделали, Романа. А вот о спонсировании дороги, Артатах. Уже 20 дней, 20 дней. Здесь траншеи, бордюры вынули. 70% нас ждет пожилых людей, которые с клюшками. И они не могут перейти. Подрядчик пришел на объект, вскрыл дорожную одежду, работы не проводят. Я взял на заметку, разберемся. А теперь о любопытных вопросах, которые нельзя отнести к той или иной категории. Так, родителям в 17-й школе предлагают скинуться на замену окон, мол, у школы денег нет. У меня трое детей, у меня просто нет возможности внести деньги. Сейчас рядом со мной начальник управления образования. Он говорит, что в этом году в школу номер 17 выделено более 2 миллионов рублей. И эти средства были направлены на создание новых классов, создание новых классов под начальную школу. Нужно будет посмотреть, почему было принято такое решение. На следующий год объем средств, наверное, будет в том же объеме. Будем учитывать все интересы. Окна надо будет менять. Молодой человек пожаловался, кататься на сноубордах негде. Возможно, лес на заливе, вы, наверное, видели, да, то, что ребята катаются на сноубордах, вот, сделать нормальный сноуборд-парк. Сегодня коллеги предлагают рассмотреть вариант строительства склона на свалке, которую мы рекультивируем в следующем году. Итак, вопросы заданы. Теперь дело за городской администрацией. Из кабинета руководители управления вышли с поручениями. Переносили не один раз. Накануне мы рассказывали об уникальных исторических находках, которые обнаружились в сквере Константина Иванова в Чебоксарах. Строители начали реконструкцию сквера, не предупредив ученых, историков. В результате часть культурного слоя была нарушена. После вмешательства специалистов по охране культурного наследия археологов, работы были приостановлены. Сегодня на стройплощадке состоялось расширенное совещание с участием представителей Минкультуры, городских властей, Института гуманитарных наук, заказчика и подрядчика. О том, что решили, далее. Сквер на Константина Иванова практически единственный доступный для археологов островок исторических Чебоксар, поскольку здесь нет монументальной застройки. С точки зрения науки территория представляет огромный интерес. Центр города, старого города именно, вот западный Ксагор, отсюда он развивался. Тем более город именно в социально-экономическом понимании смысла, это как раз город-посад. Вот здесь проходила граница. Значит, там чуть выше была административная часть, крепость, потом был монастырь, духовная жизнь, а здесь начиналась светская жизнь, вот такой уголок был. Дворы мещан, купцов, ремесленников и так далее. Здесь это все проходило. Мы о ней, по сути дела, у нас и толком не знаем. Во время публичных слушаний, на которых обсуждался проект реконструкции сквера, ученые и специалисты по охране культурного наследия неоднократно предупреждали. В исторической зоне все работы должны согласовываться с ними. Уже как бы определена территория вот этого объекта культурного наследия. Границы есть. В этих границах без согласования, ну вот ничего нельзя трогать. Ни мощения, ни тем более малой архитектурной формы. И границы уже стоят на кадастре. Я этим лично занималась, территорией вот этого объекта культурного наследия, монументального искусства. Все об этом знают, но почему-то все игнорируют. В результате Лолита Владимировна, оказавшись неподалеку, совершенно случайно заглянула на стройплощадку и обнаружила в раскопе, глубиной 2,5 метра, остатки кирпичной кладки бутового камня. Перемешанный вынутый грунт красовался рядом. И в этой горе историки нашли фрагменты керамики, стройматериалов, человеческих останков. Вчера вечером министр подписал предписание о пристановлении всех работ до выяснения обстоятельств по делу. Значит, необходимо, если культурный слой затронут, необходимо археологическое исследование. Значит, подразумевается либо это наблюдение, либо раскопки. Вот где мы сейчас стоим, вот это первая линия, так называемая, да, где вырыт котлован, и где обнаружены остатки стены какого-то, видимо, собора или здания, сооружения. Здесь будут происходить археологические охранно-спасательские работы. Здесь все изыматься будет грунт и будут искать археологи в том числе. В остальных местах планируется провести археологическое наблюдение. Что это значит? То есть, значит, производство возобновится, а археолог будет смотреть, если это будет касаться земляных работ. К сожалению, ущерб уже нанесен. Строители нарушили культурный слой, причем в нескольких местах. В колее, оставшейся после бульдозера, видна кирпичная кладка. Вероятно, здесь тоже располагались какие-то надворные постройки Никольского монастыря. Или нет, сказать теперь сложно. Александр Ипатьев пообещал, что виновных определят и накажут. Мы же со своей стороны поклялись передать чудом уцелевшую аптечную склянку археологам. На донышке, кстати, у нее клеймо «Мариец». Елена Гальперина, Андрей Спиридонов, Республика. Не исполнил муниципальный контракт, придется ответить сполна. Но далеко не все предприниматели опасаются наказания. В Красночитайском районе одна из организаций взялась за строительство сразу пяти социально значимых объектов. Но сорвала сроки. Подробности в следующем материале. Для учеников Соланчикской школы-интерната созданы все необходимые условия, кроме одного. Проблема учебного заведения, не справляющаяся со стоками системы очистных сооружений. Аукцион на их строительство выиграла компания «Красночитайская». Подрядчик выполнил 95% работ, но после забросил объект. Объект был очень сильно проблемный, в связи с очень плохой проектно-сметной документацией. Там очень много неучтенных, которые приходилось переделывать по факту. У нас в страхе риск. И проблем очень тяжело было с оплатой первое время. Пока этот вопрос решали, этот объект немножко затянулся. За отказ исполнить муниципальный контракт, арбитражный суд Чувашии должен взыскать неустойку. Почти 900 тысяч рублей. С подрядчиком КСКО «Красночитайская» договор с Минобразованием был заключен 11 июля. Но к работам генеральный директор проступил только 8 августа 2016 года. Общий простой всех невыполненных работ, простой, когда не выполнялись никакие работы, составляет более 40 дней без мотивированного отказа. Работников на объекте было очень мало. Два, максимум 4 человека. Техника маломощная, изношенная, часто простаивала. Непосильной ношей для компании «Красночитайская» стала и дорога Аликова-Старая-Атайя. Ее протяженность не превышает и полтора километра, но работы затянулись. Ремонт выполнен лишь на 25%. В сегодняшний день подрядная организация «Красночитайская» провела работу по устройству корыта, по устройству насыпи потеслающего песчаного слоя и часть работ по устройству щечебеночного основания. Местные жители все же надеются, что новая дорога здесь появится в этом году. Надежда умирает последней. Выходить из деревни прямо пешком, и машины не едят. И сами грязи утопали. Вот так. А теперь здесь надежда, конечно, что дорога будет. В деревне Акчикасы строительство дороги по улице Васюкова тоже затянулось. Подрядчик в лице того же Павла Кондейкина отстал от графика на два месяца. Проблема была то, что затянулось, это не было грунта, который я должен был завести. Вот эта проблема очень сильно стояла. Я ей письма писал, я ко всем бегал, но на данном этапе она полностью так и не решена. Вы должны были обеспечить вам этим грунтом? Ну, это не... Ну, это заказчик должен. Это задача заказчика организации таких вопросов. Это не моя задача. В КСО Красночитайское выиграли и аукционы на строительство дома культуры в деревне Шоля. Работы должны завершиться 20 ноября. Но и здесь подрядчик отстает от графика. Контракт на ремонт библиотеки в селе Ижикея заключили в конце мая. Подрядчик обязался заменить окна, двери, отремонтировать систему отопления и сделать частичную отделку помещений. Но ВОЗ и ныне там. Если за 90 дней подрядчик ничего не выполнил, то есть есть опасения, что подрядчик за 10 дней, которые он обещает уложиться, данную работу не выполнит. Контракт закончился 29 августа. Сельское поселение отправило претензию подрядчику о немедленном выполнении работы. И только после этого, 2 августа, подрядчик приступил к работам. Выполнить взятые на себя обязательства подрядчику придется в любом случае. За срыв сроков предпринимателю придется заплатить крупный штраф. И теперь он рискует попасть в реестр недобросовестных подрядчиков. Дмитрий Ковалев, Татьяна Раевская, Андрей Шоклев, Республика. Взятки от перевозчиков. За это будут судить бывшего начальника отдела транспортного обеспечения и связи Чебоксарской администрации и его подчиненную. Следователи выяснили, что с апреля прошлого по март этого года бывший начальник отдела транспортного обеспечения с подчиненной ежемесячно получали по 50 тысяч рублей от одного из городских перевозчиков. Эти взятки предназначались чиновникам за уменьшение количества проверок, проводимых сотрудниками вышеупомянутого отдела в отношении автотранспортных средств, задействованных на указанных маршрутах, и непринятие мер по расторжению с ними в одностороннем порядке договоров на осуществление пассажирских перевозок. В общей сложности обвиняемые получили 570 тысяч рублей. Раскрыты и другие эпизоды. Им грозит от 7 до 12 лет лишения свободы. Они идут по жизни смеясь. Чемпионы школьной лиги КВН из 60-й. Столичная школа отправится на 7-й международный фестиваль детских команд КВН в Анапу, который стартует 17 сентября. Там примут участие более 100 команд. По его итогам отберут 36 команд для участия в телевизионном сезоне Всероссийской юниор-лиги. За репетиции юных КВНщиков наблюдал Рифат Фадкулин. Всем привет! Перед вами команда КВН ГТО. Почему ГТО? Все просто. Гена, Таня, Оля. Искрометные шутки, приправленные молодежными оптимизмом и энергией. Удивить публику собрались не только бывалые, но и начинающие КВНщики. Самому юному из них 11 лет. У ребят сильные наставники, которые уже не первый год блистают юмористическим талантом в премьер-лиге КВН. Успех старших товарищей вдохновляет юных КВНщиков и задает определенную мотивацию. У нас работают с ребятами редактора. Редактора у нас это ребята из сборной Чебоксар-Чуваши, ЧГУ. Поэтому ребята опытные, уже побывавшие на телеке, скажем так, и знают, что там нужно, что не нужно, что лучше делать, что не лучше. Все команды, которые на первом канале вы видите, они именно со школьного КВН начинали. И поэтому я считаю, что у наших школьников есть большое будущее. Очень круто, что администрация дает такую возможность. Спасибо им большое. Ребятам из Чувашии предстоит играть со сверстниками из разных уголков России и стран СНГ. Почти год ребята готовились к этому событию. Позади многочисленные мастер-классы по хореографии, бокалу, актерскому мастерству, а также подготовка сценариев и утомительные репетиции. Вдохновение для своих миниатюр ребята черпают чаще всего из повседневной жизни. Найти в обыденном что-то новое не так просто, но в этом и заключается основной смысл игры. КВН сейчас играет очень важную роль в моей жизни. Пришел я в него благодаря Роману Сергееву, который пришел к нам в школу и собирал команды для нового сезона. Мы используем старый материал, добавили новый материал, придумывали новые шутки для НАПА специально. Времени до седьмого международного фестиваля детских команд КВН в Анапе остается совсем немного. Для того, чтобы порадовать зрителей и удивить жюри, ребятам придется серьезно поработать с чувством юмора, ведь конкуренция будет совсем не шуточной. Рифат Фаткулин, Расиль Мухаммедов, Республика. Это последняя информация на сегодня. После новостей в 20 часов в эфир выйдет программа «По существу» гость студии, главный редактор газеты «Советская Чувашия» Владимир Васильев. Разговор пойдет о предстоящей эстафете, а я прощаюсь до завтра. Редактор субтитров А.Семкин